Притча о заблудшей овце, овцы божьи, паства, тех кого пасут пастырь, тот кто пасет стадо и скот, теперь еще и это. Доброе утро, Петр. Конечно, я давно смотрю ваши ролики, спасибо за ваши ролики. Мне попалась в руки вот такая книга, что бы хотел я отметить в этой книге. Самое интересное, я первым же открываю и читаю, как вы видите, слово корова. Планета Земля это искусственно созданная ферма, где доминирующий вид является домашним скотом для тех, кто создал ферму. Создателей ни в чем винить нельзя, так как мы созданы по их образу и подобию. Мы не имеем права судить наших хозяев, так как мы не позволяем домашнему скоту судить нас. Или мы честны по отношению ко всем, в том числе и к себе, или мы не честны никому и никто не честен к нам. Таковы правила игры. О да, нам нравится скот, мы заботимся о нем, о его здоровье, сохранности, покое, регулярном питании, охраняем от хищников. Мы сами и наши помощники – сторожевые собаки. Мы даже можем с ними поиграться и пообнимать их. Наши особенные любимчики – это самые маленькие из них. Они такие прелестные, так много доставляют нам радости. Однако, каждый из них находится рядом с нами лишь для того, чтобы кормить нас. Мы съедим их, несмотря на всю нашу симпатию к ним, выдаем все молоко из них, пока те будут существовать в рабских условиях. Сострижем всю шерсть и не раз, а после их смерти мы используем их кожу и шерсть для одежды и предметов интерьера. Органы же мы используем для лекарств, корма и прочего, что нам будет нужно. Земляне не любят видеть, как убивают и мучают скот. Это кошмарно, но они любят употреблять все, что дает скот. Поэтому возможность добывать мясо, молоко, шерсть, мех и так далее будет делегирована тем, кто смотрит на это проще. Фермерам, скотобойням, мясокомбинатам и молокозаводам. О нет, я ни в коем случае не осуждаю и не высказываю никому претензий. Я говорю, что мы со спокойной душой поступаем с кем-то живым, недостаточно умным и развитым, так же, как поступают с нами. Мы, конечно же, не считаем себя недоразвитыми. Могу вас заверить, скот себя так же таким не считает. Имеем ли мы право судить, обижаться и сражаться с хозяевами фермы, скота? Да, имеем ли мы право обижаться на те силы, которые в религиозных книгах называют нас открыто скотом? Наверное, ровно настолько, насколько это имеет право делать скот, которым мы питаемся. Но если скот вдруг начинает массово бороться за свою жизнь, и он так делает перед тем, как его пустят на мясо, следует нам понять его и отпустить на волю. Нет, мы этого не сделаем. Потому что элемент, то, что производит ферма, должен продолжать поставляться так же, как и стейки и молоко на прилавке магазинов. Земля не бунтуют, когда происходят перебои с поставками мяса. Это реальный исторический факт. Они тоскуют и воют, требуя от властей поставки молочных и животных продуктов. Так почему же должно быть иначе с элементом? С тем, что добываете вы, иначе быть и не должно. Ферма планета Земля совершенно. Ферма идеальна, ведь сам скот делает все, максимально возможное, чтобы себя прокормить, чтобы производить элементы, отдавать его без остатка, не пытаясь разобраться, в чем же его ценность и зачем он так понадобился богам. А еще люди с удовольствием местами плодятся и размножаются. Плодитесь и размножайтесь. А как известно, поголовье скота – главный залог процветания фермы, и ваши создатели просят вас именно об этом в самом начале ваших священных книг. Ферма работала и будет работать стабильно. Жатва или то, что земные рабы называют концом света, сменой эпох и прочей ерундой – это лишь забой поголовья скота, который исчерпал необходимые характеристики и утратил их. Далее почве надо отдохнуть, как это бывает в земледелье, и вновь можно делать посев с новыми коровами, с новым скотом, чьи характеристики будут, конечно же, более высокими и доходными, нежели у предыдущих особей. Именно так работает весь агропромышленный комплекс на планете Земля. Именно так работает и наша ферма, наша планета. Сегодня мы откроем страшную тайну, схему того, как устроена ферма, почему, что она добывает и когда нас всех настигнет жатва, быть может совсем скоро. Давайте узнаем. Вы на канале Нулевой Пациент. Подписывайтесь. Мы начинаем. Есть очень странный блогер. Он странный не только потому, как себя ведет и общается с немногочисленными подписчиками, но и прежде всего из-за того, какой контент, какие видео он выкладывает. На ютюбе он очень давно и когда-то очень-очень давно гремел. Его видео были очень популярны. Его видео интриговали и вызывали огромный интерес, так как среди прочих они очень сильно отличались в его сегменте от подобной тематики. Режиссер-документалист, интересующийся темой космоса, неопознанными летающими объектами и внеземными цивилизациями, выпустивший парочку очень хороших фильмов. Хосе Эскамила даже использовал видео, которые делал этот блогер. Джон Леонард Уолсон, астроном-любитель, научившийся ловко настраивать свой телескоп и камеру, присоединенную к телескопу, на объекты, которые не двигаются как звезды. И при этом отражают много света солнца. Да, таких объектов на самом деле немало и их можно неплохо разглядеть. Точнее свет, который они отражают. Дело в том, что хороший телескоп это не только и не столько линзы, сколько очень крутое суперчувствительное зеркало, которое выхватывает мельчайшие источники света. На это зеркало в телескопе мы и смотрим. Зеркало в телескопе настолько чувствительное, что если посмотреть через телескоп без фильтра на солнце, можно повредить себе глаза. Ночью такой опасности нет. И благодаря тому, как использует телескоп и камеру Джон Леонард Уолсон, можно, например, увидеть Международную космическую станцию, парящую над землей. Можно увидеть все ее знакомые очертания. Можно увидеть поверхность Луны и, быть может, даже что-то непонятное на ее поверхности. Ну и можно еще увидеть вот это. Очень много такого, похожего друг на друга, порой немного отличающегося друг от друга. Редко, но все же можно увидеть, как это нечто меняет форму или скорее трансформируется. Некие части этого нечто. Мы, увы, не можем полноценно увидеть некие огромные инженерные сооружения, парящие в космосе. Мы можем видеть то, как на них падает свет, как крохи этого света вытягивает телескоп блогера-астронома-любителя. Именно эти видео, именно эти некие корабли, их похожесть и их многообразие одновременно в свое время вызвали такой ажиотаж среди любителей темы НЛО, космоса и теорий заговора. Который постепенно сошел на нет, так как Джон Ленард Уолсон делал в прошлом большой перерыв в выпуске видео, что привело к тому, что алгоритмы Ютуба его канал просто уничтожили в выдаче. После того, как Джон Ленард Уолсон стал выкладывать свои необычные и интересные видео, как он сам утверждал, предоставляя сделанные им съемки с доказательствами, власти и военные заинтересовались им, пытаясь оказать на него психологическое давление. Как бы хотели напугать его, давая понять, не надо туда лезть в эту тему и снимать именно эти объекты. Безусловно, напоминающие какие-то боевые крейсеры из фантастических фильмов. Или может быть даже оружие, какие-то пушки что ли. Как утверждает сам блогер, таких огромных объектов вокруг Земли много. Они все двигаются вместе с Землей и находятся на постоянном одном и том же расстоянии от Земли. И найти их, зная нужную технику, астроному-любителю не составит труда. То есть эти объекты, если они реальны, создают некий кокон, некую ограду вокруг Земли. Ну а как иначе, ограда нужна ферме. Без ограды, без забора, без стен ферм не существует. Либо волки сожрут овец и коров, либо воры украдут скот, либо, не дай бог, больные на голову веганы начнут спасать ни с того ни с чего скот. Либо, в конце концов, скот сам, достигнув определенного уровня развития, может сбежать с фермы в поисках свободы. Поэтому, конечно же, ферме нужна ограда и охрана, чтобы кто попал, а не шастал туда и обратно. Давайте взглянем на съемку, сделанную стационарной камерой, закрепленной на борту шаттла бороздящего космос на земной орбите, снимающей все с помощью тепловизора. Наверное, так правильно сказать. Смотрите внимательно. Нечто приближается к земле. Выстрел. Но система безопасности у чего-то на высшем уровне, несмотря на скорость, с которой ничего земное никогда не имело дел, нечто, некий объект, зафиксировав выстрел, стал отдаляться. Давайте посмотрим еще раз. Очень интересно. Вот нечто приближается к земле. Выстрел. И все. Конечно же, желание проникать на ферму у непрошенных гостей отпало. А представляете себе, если какие-то мерзавцы, веганы, хиппи, пацифисты лезут на ферму с криком «Коровки, мы вас всех сейчас спасем! Все существа во вселенной равноправны!» А хозяин фермы такой с дробовиком вылетает из-за дверей и стреляет по ним с криком в ответ «Это моя собственность! Покупатели хотят есть! Вы скоты меня! Бизнеса хотите лишить!» Ведь это так естественно. Ведь все фермеры будут так защищать свою ферму. И более того, закон, право на их частную собственность будет их защищать. Это уникальные кадры и съемки, как и эти, и эти. Они хорошо известны немногим уфологам, которые глубоко копают, а также конспирологам. Мало кто знает, что человек, который их предоставил, по словам режиссера, очень странного и невозможно интересного документального фильма о конспирологии «Братство зверя» Криса Эверарда, которому и были предоставлены эти записи, заплатил за это жизнью. Если вы хотите, чтобы мы более подробно обсудили и эти видео, и эту тему, напишите об этом в комментариях. Это вам не идиотская выдумка, которая никак не останавливается, культивируется и обрастает новыми подробностями, называясь спутником «Темный или Черный рыцарь» в момент, когда это просто часть космического мусора и видеозапись со всеми ракурсами парящего куска металла есть в свободном доступе. Сделали пару удачных стоп-кадров и все это «Черный рыцарь» спутник. Ох вы чудаки на букву «М» мои пирожочки конспирологи. Знаешь, как больно и грустно в сердечке и других важных местах становится, когда ты говоришь о конспирологии, инопланетянах, летающих объектах, и не зовешь меня поговорить об этом. Я ведь лучше в этом, и ты знаешь об этом. Паша, вот скажи мне, почему они все тебя так любят? Тебя нет фиг знает сколько, а они все еще вспоминают и требуют вернуть. Не знаю, наверное, потому что я хороший и красивый. Боже, как я красивый и хорош. Но суть не в этом, а в том, что я понял, почему они тебя не любят. Почему? Потому что ты квадробер. В смысле? Свинья ты, Петя, свинья. Отпусти свою конспирологическую часть на свободу. Ты же знаешь, нет дыма без огня. Да, но ты же знаешь, у нас есть знакомые в тайных обществах, весьма серьезные, и там все совсем по-другому. Кто спорит, Петюня? Ну просто объясни, почему тебе вдруг становится лучше, когда ты надеваешь эту шапочку на голову? Становятся. Но я взрослый, серьезный, адекватный человек. И у меня нет никаких диагнозов и голосов в голове. И личного дела в районном психдиспансере. Все это в раке. Да тут и без диагноза все понятно. В общем, я подумаю. Док, продолжай рассказывать про инопланетянчиков, моих любимых без меня. Рептилоид иллюминатский. Во Вселенной отсутствует бедность, во Вселенной отсутствует дефицит. Наоборот, Вселенная это сплошной профицит. Во Вселенной очень много ресурсов. Есть планеты, где даже идут дожди, состоящие из бриллиантов или золота. Так сказать, золотые дожди. Во Вселенной полно различных ископаемых. Газов, минералов, энергии, экзопланет. И это никому не нужно, потому что во Вселенной этого много. На Земле этого мало, поэтому оно ценно. А во Вселенной это повсюду. И при наличии достаточно приличных технологий, это все можно собирать и иметь в неограниченном количестве. Но кое-чего во Вселенной не так уж и много. И это нечто настолько ценное, что это, конечно же, необходимо охранять. И если нужно, ради этого можно стрелять в каждого и каждое, что может помешать работе фермы. Золото, бриллианты, газ, нефть. Чепуха. Это для лохов. Элемент. Вот что самое важное во всех мерностях нашей Вселенной. Некое молоко, которое добывается на ферме скотом. Настолько важное, что скот внутри и снаружи охраняется от инакомыслия и свободы оружием наверняка куда более эффективным и точным, нежели ядерным. Концепция элемента, как и понимание, что этот мир, эта ферма, возникли у меня пару-тройку лет назад. После десятков лет научных и околонаучных исторических религиозных изучений, опытов и исследований. Однако до меня, как оказалось, был всемирно известный человек, который говорил об этом десятки и десятки лет назад. Роберт Монро, человек, создавший знаменитый институт Монро, изучавший работу человеческого мозга, медитацию и астральные миры. То, как с помощью технологий можно упростить попадание человека в астральный мир. Узнал якобы из своих неких астральных путешествий о том, что Земля – это планета-ферма и добывается на ней, как он это называл, хмель. Я это называю элемент. Мессмер это называл магнетизмом. На Востоке, возможно, это называли энергией Ци. И нет, это не аджаз, не прана и не кундалини-шмундалине. Даниил Андреев это называл гавах. И это ошибка, так как гавах – это энергия страданий. А на самом деле элемент не имеет полярности изначально. Он ее приобретает, как и передает свойства элементу, лишь когда покидает человеческое тело при определенных внешних и внутренних обстоятельствах. Сквозь столетия и даже тысячелетия некоторые люди привносили на Землю, ставя порой под удар и огромную опасность своей судьбы знания об элементе и ферме. Эти знания не могли проникнуть на ферму, так как забор уж очень хороший и мощный. Кто пытается через него пробиться, тот погибает. Однако есть способ передать знания некоторым или даже прислать сюда некоторых, минуя физические стены. За вас продолжают бороться люди. Книга пророка из Экиля, Святая Библия, современный перевод. «Вы овцы мои, овцы моих пастбищ, я ваш Бог», – так сказал Господь всемогущий. «Брать его, какие же верующие тупые, не видя, не понимая, не чувствуя очевидного, да их в открытую во всех книгах так и называют скотом?» И они что-то умудряются вякать в ответ. Итак, ферма, что это и о чем это? Существует элемент, он позволяет здесь, в материальной вселенной, создавать, что пожелаешь, и разрушать, что пожелаешь. Любые формы, чувства, эмоции, время, смысл всего, любое добро и зло. Тот, у кого его много, неуязвим и всемогущ. Тот, у кого его мало, ничтожество, которое можно контролировать, которым можно управлять и подчинять себе. Делать из этого материал, который будет пластилином в твоих руках. Элемент есть всюду, во всех мерностях и плоскостях Вселенной. Вне материальной реальности, вне нашей фермы, вне физической жизни он дает еще больше, поистине божественные возможности, нежели тут на ферме. Собирать элемент могут не все. Собирать его непросто, собирать его долго. Это как майнить биткоин. Один майнер будет майнить биткоин очень долго. Сто майнеров сделают это быстрее, миллион еще быстрее. А восемь миллиардов? Чтобы не делать это самому и собирать максимально эффективно хмель, как называл его Монро, магнетизм, как называл его Мессмер, гавах, как называл его Андреев, или элемент, как называю его я, и это самое правильное название, нужно создать прибор, который его накапливает, проходя через весьма непростые события и испытания, а также через взаимодействие с другими приборами. Элемент имеет две полярности, плюс и минус, созидание и разрушение. Это как две лампочки, красная и синяя. Прибор создается под элемент, а не благодаря элементу. Ферма создается под приборы для накопления элемента, а не благодаря элементу. Реальность, наука, понятие и понимание, чувство, физика и динамика создаются под сбор элемента, а не наоборот. Нет добра, нет боли и нет удовольствия. И это очень созвучно с буддистской философией. Ничего этого нет в космосе. На Солнце этого нет, на Марсе и под землей. Огромное количество процессов в субатомном мире не есть плохими или хорошими, они просто существуют, у них есть цель. Вся реальность и ее оттенки создаются под прибор, который делает лишь одно. После накопления элемента он выдает лишь два сигнала. Элемент с полярностью минус или плюс. Все его существование – это порой две светящиеся лампочки, красная или синяя. Во вселенной, где нет добра и зла, прибор помещается в среду, где внимание – физическая и эмоциональная боль, болезни, увечья, нарушение целостности кожаного покрова, костей, мышечных тканей, органов, любые проблемы, связанные с негативными реакциями прибора, такими, как страх, отчаяние, грусть, которые приносят люди, обстоятельства и явления – это зло. Когда это касается других людей, которые нам дороги, это тоже зло. Но когда это касается уже тех, кто нам кажется плохим, – все это добро и справедливость. Все, что нам приятно физически и при этом эмоционально. Нам сказали хорошее слово, похвалили. Нас любят, а нас заботятся, нас поцеловали. Нам интересно, нам весело. Мы здоровы. Мы узнаем хорошие новости. Мы в безопасности. Мы сыты. Если это все происходит с нами и с теми, кто нам дорог, это все добро и свет. Но без прибора, который реагирует на эти два входящих сигнала, с полярностями плюс и минус добра и зла не существует. И здесь вы должны начать переживать, потому что то, что я говорю, правда. Нет истины больше этой. Вот мы с вами где-то на Плутоне. Смотришь вокруг, а вокруг нет добра и зла. Их там не существует. Вот рождается ребенок. У него нет глаз. У него нет голосовых связок, слухового аппарата, рецепторов, воспринимающих запах. Он парализован. И все. Ни добро, ни зло не может на него повлиять. Их для него не существует. Как вы накажете и испугаете огнем того, чьи нервные окончания мертвы? Вы же не такие глупенькие. Вы можете понять, что я говорю. Добра не существует и никогда не было. Я надеюсь, что существует любовь и созидание. Я очень на это надеюсь. Но все, что ты считаешь человек добром и злом, было создано под тебя. Таким это считаешь только ты. Все аспекты добра и зла, которые на тебя могут влиять, поступают в тебя через пять органов чувств. Без тебя приборчик, который единственный способен накапливать элемент. Без тебя майнер, без тебя крова. Ничего этого нет и никогда не было. Небеса, боги, дьявол, рай и ад, история человечества, истории хорошие и плохие, религии, убийства, воровство, благодарность, честность и ложь. Все это создано. Весь этот театр существует для того, чтобы фигурально выражаясь, чтобы ты, приборчик, две лампочки на тебе иногда светились или синим, или красным цветом. Но все добро и зло, весь этот цирк под тебя, их не существовало. Ты причина, по которой все это появилось. И без него, человек, ты боишься остаться больше всего. Ведь ты задаешься вопросом, а что существует без этого? Что существует вне этого? Что? Существует вопрос сути, которой ты боишься, как и почему существует что-то, вместо того, чтобы не существовать. Ничего не существует и не появляется из ничего. Но все же все есть как. Ферма бесконечно плодородна, так как сама планета живая. И пока что, пока как бы мы ее не уничтожали, какие бы метеориты на нее не падали, какие бы ледниковые периоды не происходили бы, какие бы активные вулканические процессы здесь бы не случались, планета всегда будет настроена на возникновение жизни, на постоянное ее восстановление, эволюционирование и развитие. Это идеальное место для существования приборов, добывающих и отдающих элемент через воздействие на них образами, через пять органов чувств. Вся экосистема позволяет развиваться, существовать, питаться бесконечно прибору. Все его настройки, голод, жажда, необходимость дышать и спать, сделанные так, чтобы корова никогда не покинула ферму. Нужно сделать прибор таким дебильным, чтобы без кислорода, еды и земной экосистемы он сдох. Это сделает так, что он никогда не покинет ферму. Никогда. Ведь среди обозримых просторов ничего этого рядом нет, а лететь далеко, а длительность жизни будет такой, чтобы мразь никуда не долетела. Наша ферма – это наши оковы, и мы их обожаем, и мы будем за них держаться. После смерти наша ферма продолжается. Огонь, райские кущи, скалистые пейзажи, и острова, и океан, и небеса, крылья и рога – все это земное, все это создано под тебя, прибор и ферму, ты никогда не покинешь, она тебе нужна. Пусть в какой-то иной удобной форме, без фермеров, но нужна. Но ты не можешь ничего решать сам. Ты приборчик, твоя реальность липовая, и ты сам искусственно созданный липовый прибор временного использования. Тот, кто создает такие заборы, никогда тебя не отпустит. Такие машины, охраняющие ферму, не здесь, не в мире материи, не там, в мире метафизики. У каждого прибора своя задача, у каждой коровы своя судьба, предназначение, данное создателями, всегда одно. Но только не в том случае, если тот, кто не должен был быть коровой или прибором, стал им. По собственной воле, чтобы выполнить задуманное. На ферме много событий и обстоятельств, которыми всегда будет увлечен скот. Проблемы сыплются, как из рога изобилия, а времени всегда мало, оно ускользает, и человеку не до того, чтобы найти истину, которую дали с детства в такую, и буду верить, а теперь отстаньте. Отстаньте. Дайте пожить. Этот краткий миг и эту нелепость мы зовем жизнью. Итак, ферма. И, конечно же, она не одна, их много, где скот в неведении, где подприборчики создают реальность с ее деталями, добывая то, что является нечто самым ценным во вселенной, то, чего нельзя добыть, пробурив землю или создав кратковременную химическую реакцию. Настолько ценное, что требует создания фактически планетарного проекта и защиты, которая выглядит как нечто из фантастического голливудского блокбастера. Что требует такой защиты, относительно которой можно не бояться, ни последствий, ни наказаний, стреляешь и все, и даже не разбираешься, кто это, что. Уж слишком цена драгоценности высокая, запредельная, такая, что можно не обращаться внимания ни на какие страдания. Но ведь именно я выдаю сигнал с элементом после того, как, будучи прибором, принимаю два сигнала плюс и минус добро и зло. Ведь так? Именно так. Ну, значит, можно ли оставить нечто столь драгоценное, требующее такого масштабного театра в этом мире и ином себе и распоряжаться этим самому? Ну, скажем так, можно попробовать? Можно попробовать обучить людей этому или написать книгу. Если человек рассказывает, что за счет элемента можно создать именно то, что хочешь, именно для этого ты его создаешь, человек, приборчик, корова, то нужно ведь ответить за свои слова. Ну, вот и ответ. Здравствуйте, Петр. Меня зовут Леонид. Я проходил ваш пятый онлайн-курс накопления элемента. Скажу сразу, что курс действительно рабочий, ну, как в принципе многие уже об этом сказали, но это лично мое субъективное мнение. Самое главное это схема и главное дать ее людям. Тем не менее, благодаря тому накопленному элементу я добился самых основных целей, которые я ставил и осуществление своих желаний. то есть я сейчас записываю видео именно самое первое и главное это то, для чего я накапливал элементы, это в своей собственной квартире, которую мы вместе с женой приобрели. Ничего себе! Квартира! Неплохо! Но не ново! На курсе не пять положительных результатов и 95 никаких, как у некоторых брахунов, а 95 позитивных и 5 никаких. И то тебе происходит потому, что люди срывались и делали все не так, как я говорил. Я с гордостью обучал, обучаю и буду обучать людей накоплению элемента и его использованию. 6 января 2025 года заметьте, я говорю сильно заранее понимая людей, чтобы каждый подготовился, чтобы каждый отгулял Новый год. 6 января 2025 года в понедельник начнется шестой онлайн курс по накоплению элемента элемент 6.0 где общей группой мы будем изучать следующее и очень глубоко 49 и 90 дней. Мы изучаем и отвечаем на все вопросы связанные с элементом, как его копить, использовать, для чего он нужен, его светлые и темные стороны. Мы учимся прежде всего практике, чтобы у каждого был свой некий реальный результат, а не постоянные пустые разговоры об эзотерике. Будьте практичны, получите от этого нечто реальное, каждое. Гипноз, самогипноз, в этот раз уделим ему очень много внимания конкретным техникам, в каждом уроке будет по одной технике. Медитация, правильная медитация, а не просто посидеть, помолчать. Дыхательные практики, личная персональная ритуалистика, запретная и не очень, работа с психологией человека, так как порой препятствия в головах людей просто непреодолимы. Аскезы и многое другое, пусть будет это для вас сюрпризом. Да, можно смотреть видеоуроки и записи зумов, когда захотите. Все работают и проходят курс так. Да, в зумах участвуют под сотню людей, особенно в начале курса, и мы говорим обо всем вместе. Онлайн, да, участвуют люди со всего мира, без преувеличения. Да, каждый после того, как ознакомиться с информацией, сможет сам отмерить себе степень ограничений. Я же не буду с розгами за вами по миру гоняться. Да, только сейчас на участие в курсе самые хорошие выгодные условия на следующем курсе, если он вообще будет, все круто изменится. Итак, 6 января 2025 года стартует курс по накоплению элемента. Крутой курс и очень интересный. В рекламах курса в самом конце моих видео я всегда показываю только разные отзывы, чтобы вы понимали, что речь не о частностях, а о закономерностях. Я не верю. Так все, кто в отзывах, вначале не верил. Хочешь изменить свою жизнь, нужен элемент. Точка. Кого заинтересовал курс, переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в телеграм и пишите слово курс и с вами сразу свяжутся. Читайте внимательно условия участия в курсе, они очень комфортные пока что. Они уже есть в группе, смотрите видеоотзывы, они тоже в группе. Идите на курс, вы не пожалеете. У кого возможности по той или иной причине курс проходить нет, хотя его пройти желательно, могут прочитать книги «Восхождение и заговор», где раскрываются тайные элемента в полной мере. Чтобы заказать книги, переходите туда же по ссылке в описании под этим видео в Телеграм и пишите в комментариях книги или книга плюс курс. До встречи в группе в Телеграме и на курсе. Запомни, человек со мной или без меня, ты должен оставить элемент себе. Это единственное, что позволит тебе сопротивляться обстоятельствам на твоих условиях, больше ничего. Это единственное, чего боятся хозяева фермы. С элементом они ничего не могут с тобой сделать. Я мечтаю рассказать все, что знаю о том, как обстоят дела с реальностью на самом деле. Я хочу снять документальный фильм элемент и написать книгу о Сентия, где расскажу весь свод правил и взаимодействий нашей зримой и незримой вселенной. Курс и покупка книг лучший способ ускорить это. Человек, увы, при жизни не способен благодаря элементу создать свою вселенную и победить хозяев фермы и в частности хозяина. Мы муравьи в этой жуткой мясорубке, где являемся наблюдателями процессов, проходящих через нас. Но мы все можем очнуться вместе и по отдельности осознав, что мы единый вид, можем им стать, у которого есть враги, сделавшие нас такими, какими это выгодно им. Боритесь, не будьте такими же, как хозяева фермы. Будьте лучше их, любите друг друга, поддерживайте друг друга, верьте в друг друга. Я постараюсь убить все от фермеров в себе, как и от коров, чье мнение не интересует фермера. Если вы посмотрели это видео, вы и есть истинное сопротивление невежеству. Спасибо, что были со мной. Вскоре новое, еще более интересное видео. видео.